Ваши увази информационный выпуск телерадио компании Гомель у студии Натальи Игнатенко. Добрый вечер. Сегодня у Гомель звершился областный конкурс профессионного майстерства сироткеровников средних навучальных установ. Гоноровое звание Лепшого отримала директор 56-й Гомельской гимназии Оксана Капустина. Кто он, сучасный директор? Загадчик господарка, который отказывает за обеспечение школы разными вещами, от мебли до мыющих средств. Это креативный человек, который генерирует новые идеи. Разом с журой отказ на это вопрос шукал Алексей Церову. Лепшого керавника навучальной установы у Гомеля вызначали в другой раз. Селета в первом заводном этапе у дел приняли 32 директора средних школ практически из всех районов области. До финала дошли 9. Причем все без выключения стверждают, что это заслуга не их особиста, а всякого коллектива. Конкурс профессионного майстерства сирот керавников средних школ – суместный проект Гомельского областного управления эдукацией и областного института развития эдукации. Ничего аналогичного у других регионах краины по куль нема. Сирот наставников лепших вызначают, а праца директоров не акапанулася литерально поза конкурсом. Меж тем у этих людей так само есть, чему поучиться. И не только на уроках. Этот конкурс ломает стереотипы, согласно которым директор школы – это такой своего рода завхоз. На самом деле это не так. И сегодняшний конкурс позволяет увидеть нам, что наши руководители системы образования – это одаренные, творческие, креативные люди. Финалист конкурса – директор Брыльевской средней школы Игорь Сялюк за 12-е педагогов. Их агульный семейный стаж – амель 150 годов. Кажет, что сегодня у начальника школы совсем непросто. Необходно не только предбачить перспективу, але и реализовать новые идеи разом с коллективом. По шоку нестандартных методов подготовки наученцев это цитится так само. Учебные программы, учебные планы никто не отменял. Поэтому мы обязаны работать в соответствии с действующими нормативными документами. Но нужно сказать о том, что любой учитель, если это действительно настоящий учитель, он к любому делу отнесется творчески. Он внесет какие-то свои изюминки, переработает какие-то материалы и попытается поддать материал детям таким образом, чтобы он был интересным, чтобы он был доступным. По великим рахунку, конкурс прессийного мастерства сирот героевников установ в средней эдукации – это не только в значении лучших директоров, але и повышение престижа профессии наставника у Вокули. При этом все погаджаются. Поколь этот престиж находится не на весьма высоком узровне, не оплошную чергу по причине относно невеликой зарплаты, особенно у молодых педагогов. Коли изменится такая ситуация невядома, але и ответные спробы предпримаются, сегодня у трех школах Гомской области проходит апробацию пилотный проект по так званым нормативным финансованием. У нас выделяется определенная смета в зависимости от количества учащихся. Чем больше учащихся, тем престижнее учреждение, тем больше денег выделяется на год учреждению образования. И руководитель, как опытный менеджер, может ими распоряжаться. Формирует сам смету, планирует закупки. Конкурс профессийного мастерства «Серот керевников установ в адвокации Гомской области» проходит один раз у два года. Максима празд, в этот час вызначать леприк «Серот их» в речце почнуть и на республиканском узровне. Зараз на Гомичине працуют больше 2800 директоров и их наместников. И это великий потенциал и великий опыт, и кем тут не супрасть поделиться с иншими. Алексей Чаров, Игорь Мариченко, телерадиокомпания «Гомель». Чарговая телефонная размова с Жихарами региону по хвалючих их пытанях отбудется завтра. Проставники улады проведут промые линии. С 9 до 12.01. «Звороты грамадян» будет примать первый наместник старшини Гомельского областного выканавчика комитета Александру Владимирович Максименко. Номер телефона у Гомеля 75 12 37. Параллельно промую линию проведет первый наместник старшини Гомельского городского выканавчика комитета Павел Яугенович Паулов. Звонков от Жихароу областного центра чекают по номеру 75 19 84. Як и заусёды по суботах промые линии будут организованы так само у районных администрациях и райвы Канкамах. С первого снежня автомобилистов обавяжут выкарыстовывать зимовые шины. За невыканание распоряджения их чекает администрационное покарание. У кольки обыйдется язда на летних шинах, як будут отсочивать парушальников. За отказами на это и иншее питание наш корреспондент Ганна Ковалева звернулася у областное управление Державтоинспекции. Интервью с наместником начальника управления Андреем Гаркушей глядите у программе «Новины тыдня» у неделю 20.30 на телеканале «Беларусь 4». Леонид Климович узнагароджены престижной премией Международной ассоциации клубов «Что декали» за укладу развитию руху знакомитой интеллектуальной гульни. За знагородой гомельского интеллектуала и телеведущего повиншавала и наш корреспондент Ганна Ковалева. Пишет президент Беларусской лиги интеллектуальных команд, организатор международных фестивалей и человек года по версии Международной ассоциации клубов «Что декали». Усех это про Леонида Климовича. До всех регалей ведомого гульца додалась ясчетно, на что годовом чемпионате света «Что декали» за укладу развитию интеллектуального руху Леониду Климовичу просудили премию имя Владимира Ворошилова. «Мне чуть ли не в полночь позвонил друг из Тбилиси, где еще от мира, сказал, ой, я тебя поздравляю, я сказал, с чем, с просонней, ну как, тебе вручили премию имя Ворошилова, сначала я не поверил, просто-напросто, ну потом пришлось, потому что очень подтверждения пришли солидные и поздравления сразу, вообще от многих». На чемпионате света заснованы целый широк номинаций, однако узнагорода Угэйты возвышается на достатними. За всю историю чемпионата я ей отрымали только 10 человек. Пералик-перамошцам неколи почау сам магистр интеллектуальной гульни Александр Друзь. Гэты спис протягнули Борис Бурда, Владимир Белкин и многие вядомые гульцы. Дароча у Беларуси интеллектуальный рух почауся минавита с Леонида Климовича, первый клуб в Украине, первый международный турнир и первый чемпионат Европы сярод школьников. Увы, неку дякуюча ему створено громадское объединение «Беларусская лига интеллектуальных команд». Зараз свою справу и он протягивает так само у роли ведущего программы «Рудыт пятерка» на телеканале «Беларусь 4». Исходное название было «Знать Белой Руси», по-моему, это красивее, но так решили. Самое главное, что здесь детишки, мало того, что они показывают свои знания, мало того, что они учатся работать командой, они еще и вырабатывают бесценный опыт социализации, общения и вот такого стрессового состояния, которые, ой, как им пригодится в жизни. Ну, что наша жизнь, игра? Шмат гадоутаму Леонид стоял перед выбором. Клуб веселых и знаходливых тягульняш, что декали. Сегодня, в вышине 30-ти годового, в опыту каже, что про выбор не шкадует. У его планах и марах выиграть кристальную и диаменту в УСУ в Москве. Ганна Ковалева, Александр Александронец, телерадиокомпания «Гомель». У Яслисадзе номер 114 города Гомеля отбылася цікавая и познавальная акция для детей, накерованная на профилактику кариесу и захование здоровья зубов. И она была организована супрацовниками областного центра геиены, эпидемиологии и громадского здоровья. Подчас мероприемства выхованцы детячего сада показали присутным театрализованную сценку-каску про то, что треба сочить за своими зубами с детинства. Костюмированное представление выкликало у малышов и их батьков шквал самых щирых и позитивных эмоций и ураженев. После мини-спектакля супрацовники Гомельского областного центра геиены, эпидемиологии и громадского здоровья провели для детей взаимальный тематичный майстер-класс. Они наглядно продемонстровали ребятам, как треба старанно и правильно чистить свои зубки, раниться и в вечеры. До речи, эта веселая и павучальная акция у Яслисадзі номер 114 города Гомеля прошла с нагоды проведения на территории региона месячника здоровой усмешки. У Палаца Румянцевых и Паскевича открылась выстава новая у археологии Гомельщины. Экспозиция дае махчимость наведвальникам ознайомиться с новыми знаходками, выявленными подчас недавних экспедиции, яке проходили на территории Гомеля и в области. Подобные доследования на Гомельщине проходят каждый год. У их принимают дел, окромя специалистов, ясше студенты и волонтеры. Сюрод проставленных на выставе материалов выники раскопаки экспедиции Гомельского державного университета имя Франциска Скарыны под керавниством доктора гисторичных навук Олега Макушникова и супрацовников отдела археологии музея Гомельского палацово-паркового ансамбля. В экспозицию вайшли предметы старожитности, яке относятся до 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, так само 19-го и 20-го стаходзеу. Гэта знаходки, яке были выявлены при доследовании драулянага судна «Барка», якое патанула под Гомелем, фрагменты фаянсовой талерки з выявой портрета Тараса Шаученки, всякеры, материалы цагляна шкляной вытворчасти. Кожный из представленных на выставе экспонатов уникальны по-своему. Каждый объект, из четырех объектов, есть свои какие-то уникальные вещи. Раньше мы не могли предполагать о том, что мы сможем найти подлинный материал 19-го века, который можно будет использовать при реконструкции внутреннего убранства усыпальницы. Еще до этого лета мы не могли думать о том, что в Гомеле мы найдем деревянное судно, которое будет относиться к 19-му веку и в такой хорошей достаточно сохранности. В чемпионате Беларуси по хоккею в экстрализе прошел черговый гульнявый день. Жлобинский металлург на своем лёде у серых буллитов соступил Гродзенскому Неману. Не меньше напруженной выдалась и гульня у Гомеле, где господары примали столичную юность. На матче побывал Максим Савин. Ведовочно, что после бойного поражения на гомельском лёде 29-го Костричника с ликом 1-7 столичные хоккеисты сбирались взять реванш. А гомельчане хотели доказать, что минулый поспех не был выпадковым. В первом пиреиде гости выглядали больше привабно. Гомельчанам было не просто стремливать тиск на свои вороты. Ближе до концовки пиреиду гульня выравнилась. Первая добрая махчимость открыть лику гомельчан заявился на 16-й хвилине. На 50 секунд меньшане застались у троих супрать пятерки господаров. Реализовать гэтую перевагу у Рысел не отрымалося. В другом пиреиде уже гомельчане частей почали погрожать воротам соперника. На 9-й хвилине мы это досягнув моцный кидок Михаила Пруса. Для 22-х годового оборонцы Гомеля гэтый гол стал першим у экстралізе. Вратарь хорошо играл. Мы играли все не в открытых хоккей, а больше от обороны, поэтому не могли забить. До конца другой трейд у обедевых команд были добрые моменты для того, как вызначиться. Однако закинутых шайб не было. Но третьим пиреиде стало сразумело, что то и кто закинет першим, то и будет дактовать умовы. На 5-й хвилине после порушения правила уменьшания застались у меньшинств. Не прошло и полхвилины, а Гомель уже поспел скористаться пировагой. Замкнул пиродаж у спятака Андрея Колосова Александр Житких. 2-0. После закинутой шайбы господары оборотов не сбавили и некольки разов небеспешно погрожали воротам юности. Прогатым яны были уважливыми и у своих ворот. Но вынику лик до финальной сирены не изменился. Завтра отбудутся шарговые матчи. Гомель будет примать Гродинский Неман. Металлург дома сгуляет с Динамо Молодечным. Максим Савин, Сергей Лукашук, телерадио, компания «Гомель». И это была пошная информация о выпуске. У студии працывала Наталья Игнаценко. Усяго вам доброго и до новых встреч у эфира.